Мысли связать свою жизнь с госслужбой у Юлии Полозовой появились ещё в школе. На первом курсе девушка вызвалась стать общественным помощником следователя. С этого момента и начался её профессиональный путь. В Саровском следственном отделе Юлия работает около года. И за этот период успела раскрыть немало преступлений. Моё первое дело буквально через две недели после заступления на службу. По мне это не очень интересное дело. Было незаконное проникновение в жилище. Было, в принципе, несложно его раскрыть. Быстро мы его закончили. Обвиняемый у нас полностью признал дыну. С этим проблем не возникло. А буквально через пару месяцев после заступления на службу у меня появилось и в моей практике убийство. Эмоции – худший спутник следователя. Каждому делу нужно подходить с холодным рассудком. Абстрагироваться от боли и переживаний окружающих. Только так следователь сможет увидеть общую картину и раскрыть преступление, считает Юлия. С утверждением, что это не женская профессия, девушка не согласна. На мой взгляд, в данной профессии следователям должны работать как мужчины, так и женщины. Потому что есть уголовные дела, которые проще даются, наверное, вот именно женщинам. Я так думаю, что это что касается половой неприкосновенности. То есть с маленькими детьми комфортнее общаться, я думаю, что женщинам, чем мужчинам. Коллега Юлии Глеб Шутов также попал в Саров около года назад. До этого работал в автозаводском районе Нижнего Новгорода. Наш город Глебу показался особенным, причем как с обыденной повседневной стороны, так и с его криминальной составляющей. За год работы ему встретился широкий спектр разных преступлений. Главное в работе следователя – помогать людям, считает мужчина. Когда работаешь с несовершеннолетними детьми, начинаешь с ними разговор с того, что кто ты, и вообще почему он должен с тобой поговорить. И ты ему говоришь, что я следователь, а следователь – это дяденька, который не дает обижать твоих родителей и близких и не даст в обиду тебя. Но в принципе так и есть, то есть мы должны охранять покой граждан. И с этой задачей саровские следователи безусловно справляются. Раскрываемость в этом году составила 99%. Число убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось практически в два раза. А вот коррупционных преступлений стало больше. Если в прошлом году завели только одно уголовное дело, то в этом году их уже три по шести эпизодам коррупционных преступлений. Так что отдых и свободное время нашим следователям только снятся. Однако трудности их закаляют. От лица коллектива следственного отдела от себя лично хочется поздравить. Своих сотрудников, коллег, пенсионеров, органов следствия с праздником, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, крепкого тыла, мирного неба над головой. Канал 16 поздравляет следователей с днём сотрудника органов следствия Российской Федерации. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.